Фильм «Аритмия» режиссёра Бориса Хлебникова сразу после Сочи отправится на премьеру в Карлово-Варен. 1 июля там состоится показ на Кинотавре. Российские кинокритики хвалят работу съёмочной группы и даже благодарят за честное и искреннее кино. Я даже считаю, что это лучший фильм в биографии Бориса Хлебникова. Дело не в том, что он чистенький. Конечно, он профессиональный человек и всё грамотно сделал. В нём есть какая-то тонкость взаимоотношений, какие-то нюансы, которые не объяснишь, из которых складывается материя кино. Киногений, кино – всё вот это есть. Прекрасные актёрские работы, прекрасные диалоги, очень много составляющих. И главное, что есть в нём – живая человеческая эмоция, что, как ни странно, случается не так часто. Спасать других или спасти себя – Олег, талантливый врач скорой помощи, в его личной жизни наступил какой-то кризис. Но он продолжает делать невозможное, спасая жизни людей, при этом сталкивается с прагматичным начальником, для которого важна статистика и правила. Сам режиссёр говорит, что это фильм о любви. Я знаю, что они для себя решили какие-то свои личные серьёзные вопросы и пережили какой-то первый кризис большой. Вот и для меня об этом состоит копиент. И всё же больше в фильме профессионально-медицинского, хотя тема врачебного долга в кинематографе не нова. Те люди, от которых зависит всё, а здесь речь идёт исключительно о врачах скорой помощи, не строят успешной карьеры. Это вообще мой принцип – ходить в ту среду, в которой живут, работают, существуют герои фильмов. И мы очень долго сосуществовали с разными врачами скорой помощи, записывая их речь. Честно, не часто пользуюсь и не пользовался, ничего об этом не знал. Вот, просто узнал на съёмках, честно. Смотрел всякие сериалы. Аритмия на экране или аритмия в жизни? Сегодня это выясняли на пресс-конференции. А уже вечером на торжественной церемонии закрытия кинотавра станет известно имя обладателя Гран-при кинофестиваля. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.